Привет, дорогие друзья, подписчики, геймеры, гости канала и все, кто находится по ту сторону экранного микрофона, как всегда, Илья, это Наша Игра День, и мы сегодня продолжаем играть в игрушку Приключения Флига. Продолжаем проходить эту игру, и давайте посмотрим, на чём мы остановились в прошлый раз. Мы в прошлый раз, в принципе, загасили вот этого чувака с динамитом, прошли его, и теперь давайте смотреть, что же у нас будет дальше. Я, в общем-то, прошёл первый самый мир, такая была небольшая заставочка только что для вас, и, собственно, теперь давайте, наверное, не будем затягивать, нажмём плей, и поехали на локацию Дикое Болото. Итак, ну что, первый уровень, в принципе, у нас здесь стандартный, это формат раннера, сейчас мы постараемся просто... Вау-вау, я уже врезался, вот постараемся сейчас не врезаться и просто его одолеть вместе с вами, пройти... Блин, да что ж такое, я чё-то тут... чё-то я начинаю сходу врезаться, так, подпрыгиваем, отлично, взяли щит. Тут же его просто... А, нет, смотрите-ка, щит у нас остался, я думал, что сейчас он просто... А, понятно, щит у нас не теряется, но он нас оберегает, окей. Итак, ну что, ребят, давайте постараемся сейчас пройти, на самом деле он... Уровень, может, и кажется простым, на деле это не так, тут надо, на самом деле, не тормозить, всё сделать ровненько и правильно, и тогда всё будет хорошо. Тут мы, получается, перепрыгиваем, а также можем препятствия обходить вправо и влево, если перемещаемся вместе с вами. Ну и собираем мы, собственно, здесь вот эти вот ящики. Это ящики, ребят, с патронами, которые нам уже пригодятся на уровнях как раз-таки с этим самым пинболом, потому что мы здесь можем пулять различными штуками в наших соперниках. Отличный уровень пройден, здорово. Так, и теперь поехали сходу на следующий. Итак, это второй тип уровня, это у нас уже лабиринт. Так, тут мы поиграем вот за такого паучка, который друг нашего флига, судя по всему, и он должен, собственно, сейчас нас собрать эти самые ключики. Так, 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 аккуратненько, аккуратненько. И после этого мы должны выйти, собственно, с этой локации. Самое главное нам не выводиться вот на эти самые штуки с шокерами. По итогу, если мы сможем пройти, всё будет нормально. Это такие вот проводочки у нас с этим самым током, если мы их не задеваем, то всё нормально. Но, в принципе, мы пока идём с вами хорошо, я думаю, сейчас мы, наверное, с... Оу, окей, нет, не получилось, давайте попробуем ещё разок. Я, видимо, не вовремя всё-таки поехал. Нам нужно, получается, проходить в тот момент, когда вот этот самый ток не срабатывает. Если он срабатывает, и мы оказываемся возле этого провода, то мы тут же проигрываем. Давайте попытаемся сейчас, собственно, это дело пройти. И так, 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 оп, включается. Ещё разок. Так, во, всё, выждал момент. Самое главное выждать момент и вовремя не торопясь всё-таки объехать, как раз-таки, когда вот этот самый ток не работает. Всё, классно, мы прошли этот сложный моментик. И, в принципе, в принципе, всё, теперь направо. И так, 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 и всё, отлично, прошли мы очередной уровень. Замечательно. Так, поехали далее. Далее, далее, просто нон-стопом. Сейчас постараемся пройти сегодня второй мир вместе с вами. У нас уже начинается пинбол. Так, мы уже забили один гол сходу. Забиваем второй. Замечательно. Поехали далее. На самом деле, тут мы хоть и играем против ботов, они не такие уж и простые, как может показаться. Плюс тут есть уровни сложности разные. Я играю на простом уровне, а если вы хотите поиграть на более хардкорном, то, соответственно, выбирайте тяжёлый формат. Отлично. 3-1. Мы пока идём с вами нормально. Я не знаю, кто это такой. То ли Аис, то ли ещё кто, но мы его пока гасим неплохо вместе с вами. Так, он, смотрите-ка, он сейчас только что баррикаду построил. Нам нужно два раза по ней бахнуть. Мы это уже сделали. Теперь мы сможем его забить гол. Как видите, у каждого персонажа здесь есть свои, собственно, фишечки, свои такие вот уникальные способности. И как раз-таки данный перц может поставить такую защиту. Но мы её только что с вами ликвидировали, так что всё нормально. Так, 5-1. Надо собраться и уже додобить этого босса. В принципе, он достаточно простой. Так, вообще, если, ребята, вы эту игрушку не смотрели у меня в прошлый раз, то я ещё раз объясняю, что я хочу её пройти полностью. Это игра про флига, про такого вот странного, я даже не знаю, лягушки, лягушонка или ещё какое-то такое существо. Так, как только начинаю говорить, я начинаю проигрывать. Ну так вот, я хочу пройти полностью игру. И сегодня мы проходим как раз-таки вместе с вами второй мир уже здесь. Так, отлично, мы прошли первого босса. Поехали гасить второго. Оу. Так, отлично. Он кидается какими-то штуками в нас. Главное не попадаться на это дело и забивать голы. Если у нас... Блин, вот видите, если он попадает по нам, то мы, получается, оглушаемся. И тут же, собственно, соперник, блин, получает, в общем-то, вот такое вот преимущество и может нам просто влупить гол. Так, счёт 3-2. Мне это не очень нравится. На самом деле, этот соперник уже посерьёзнее. Тут нужно нам собраться, чтобы его всё-таки нормально одолеть. Давайте всё-таки это сделаем. Так, 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 обходим это дело. Отлично, 4-2, 4-2. Сейчас нужно его добить. Потом на следующем боссе мы получаем, собственно, вот эту же самую штуку. То есть мы также сможем кидаться вот этими динамитами или ещё что-то. Не пойму, чем это он кидается. Но какими-то, по-моему, какой-то взрывчаткой. Вот, в общем-то, мы её получим, если этого босса пройдём. Так что будем это дело юзать. Так. Самое главное себе сейчас не забить. Всё, нормально. Давайте постараемся. Во, отлично. От угла если бить от бортика, то нормально получается. Так, счёт 6-3. Нам нужно ещё один влупить. И мы сможем-сможем его победить таким образом. Так что, блин, 6-4. Давайте-ка по... Блин, 6-5. Давайте, надо собраться. Потому что если я сейчас проиграю, то не очень хорошо. Не хочется переигрывать этого челика. Во, нормально. Он сам себе забил. И как раз-таки мы только что получили, собственно, эту тему. Поехали далее. Итак, окей. Идём дальше, идём дальше. И мы теперь гасим второго чувака. Это второй босс у нас на сегодня. Он тоже пуляет с какими-то странными штуками. Это тоже какая-то птица, что ли, или ещё что-то такое. Вот. Но мы сейчас нормально. Мы взяли только что... Блин, правда, счёт 1-1. Мы взяли только что защитное поле. Когда у нас есть защитное поле, он нас не может... Не может в нас попасть. Но мы, кстати, тоже можем кидаться в него этими самыми динамитами и оглушать. Я только что его оглушил. Правда, забил сам себе гол. Вернее, пропустил гол, который он ударил, получается. Вот этот удар я не смог парировать. Так. Ну, давайте. Во, во, оглушили. Блин, главное забить. Во, нормально, забили. Самое главное не только оглушить, конечно, но ещё и вкладить эту самую шайбу. Потому что частенько бывает так, что соперник у нас оглушается прямо посередине поля. И надо как-то его обойти. Ну, вот сейчас мы неплохо с вами используем нашу суперспособность. Поэтому мы просто-просто тащим. Счёт уже 6-2. Так, оглушаем и просто забиваем. Ну, вот сейчас я, правда, промахнулся. Но после этого добил. Отлично. 7-2. Так, поехали сходу на следующего босса. Как видите, вот мы сейчас уже опять... Опять же получаем, получается, моментик такой. То есть, этот самый... Вот эту способность. И двумя пульками уже стреляем по сопернику. Правда, пока счёт 1-0. Но вот мы уже размениваем счёт 1-1. Поехали дальше. Ну, двойной атакой, конечно, ещё проще гасить, попадать по сопернику. Особенно, если у нас у самих вот это самое защитное поле. Так, 2-1. Отлично. Сейчас будем снова, наверное, пулять по нему и пытаться забить после этого. Но он, на самом деле, ненадолго оглушается. То есть, этот момент тоже нужно учитывать. Но, тем не менее, шансов, конечно, побольше, если его оглушить. Так, счёт 2-1. Давайте постараемся уже додавить. Это последний, кстати, босс у нас получается на этом мире. Так что, если мы сейчас его побеждаем, то, собственно... Так, оглушили, хорошо. То, собственно, мы заканчиваем, получается, на сегодня. Давайте постараемся уже что-то сделать. Это второй мир. Я думаю, дальше, конечно, будет всё сложнее и сложнее. Потом посмотрим, кстати, заставочку. Посмотрим, что у нас тут будет. Кстати, после каждого мира есть заставка в этой игре. Тут есть, получается, такая сюжетная история. Кстати, для тех, кто не знает, мы, получается, спасаем нашу подружку. Но, в принципе, это классика для игр подобного жанра. Вот. Мы спасаем подружку, которую забрали некие негодяи. Поэтому мы за ней отправились. И вот гасим этих самых чудиков и их друзей. Так, счёт 5-1. Давайте уже добиваем. 6-1. Супер. Нам ещё один гол буквально остался. Мы его оглушили. Но, к сожалению, не попали в его ворота. И да, добили. 7-1. Класс. Так. Смотрим теперь заставочку. Итак, мы проехали, загасили вот этого вот чудика странного. И, собственно, взяли какую-то странную шляпу. Окей. Он что-то пытается нам ещё грозить. А, нет. Всё, он нам поклоняется. Он думает, что мы его божество. И, собственно, вот так вот мы его обманули. Классно. Это был второй, получается, мир. Далее мы будем проходить уже третий на следующем летсплейчике. Так что, ребята, подписывайтесь на канал, если вам интересны такие прохождения. Будем ещё, конечно же, вместе с вами снимать, общаться и всё в этом духе. Напишите в комментариях, как вам такие прохождения. Нравятся или не нравятся. Ну, а также качайте игрушку по ссылкам в описании. Всё там есть. В общем, так что чекайте. Ладно, всё заканчиваем. Мы скоро увидимся. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok